МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Милым и спокойным, без пробок, кучей спальных районов и незастроенной площадью оперного театра. Но орденоносная столица края – тогда крупнейший индустриальный город страны. 8 миллионов квадратных метров занимали только цеха гиганта отечественного машиностроения Красноярского завода тяжелых экскаваторов. Планировалось, что горнодобывающую технику, да и не только ее, будут создавать более 25 тысяч рабочих. Первые красноярские экскаваторы уже работают на угольных разрезах КТЭКа. Каннско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Пока что это лишь чуть приоткрытая дверь в громадную кладовую природных богатств Сибири. На тысячу лет хватит их человечеству. Березовская ГРЭС – первая из целого каскада тепловых электростанций, создаваемого рядом с угольными разрезами. Ежегодно она будет давать энергии столько же, сколько Саяна-Шушенская и Красноярская ГЭС вместе взяты. В середине 80-х с подачи и легкой руки первого секретаря, крайкома КПСС Павла Федирко, началось большое движение «Превратим Сибирь в край высокой культуры». Лучшие коллективы активно гастролировали по деревням и весям всего края, выступая иногда в полевых условиях под открытым небом перед тружениками села. Песня «Превратимир» Тогда в свете праздников было принято рапортовать об успехах и трудовых подвигах. И ведь было о чем рапортовать. В совхозе Солгонске и Ужурского района Роши пшеницы активно колосились, и урожаи собирались рекордные. Один из совхозных передовиков – кавалер ордена Ленина Виктор Грудинин. А на севере были свои герои. Долганская писательница Агдо Аксенова свои первые стихи написала по-русски «Оленей кровью» между строчек старой книги. Но член Союза писателей СССР Агдо Егоровна главной своей книгой считала букварь, по которому дети учились читать и писать на родном долганском языке. «Земля моя из года в год, Богаче, радостнее, сильнее, Жизнь, украшая мой народ, Живет под солнцем новых дней. И звезды севера сродни Кремлевским звездам над Москвой, Те звезды Ленина огни, Нам виденных огонь живой». Хакасия тогда еще входила в состав Красноярского края. И там, на земле которой когда-то жили исключительно скотоводы-кочевники, теперь огромный Саянский территориально-промышленный комплекс, включавших в себя более ста предприятий. Энергетическим сердцем Саянского комплекса называют авторы фильма «Саяно-Шушенскую ГЭС». И среди огней, зажженных гением ленинской мысли, Звездой первой величины засияла Саяно-Шушенская ГЭС. А впереди новые мощные гидроэлектростанции, Широкий размах новостроек во славу Родины, во имя коммунизма. Наталья Кичина, Новости ТВК.